Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытое правительство». В этом проекте мы приглашаем двух человек – чиновника и жителя полуострова – обсудить то, что происходило на Камчатке весь год. Наши гости сегодня – это Юлия Сергеевна Морозова, заместитель председателя правительства Камчатского края, и Юлия Сергеевна Двойченко, заведующая производством завода по производству добавки «Омега-3». Здравствуйте, Юлия Сергеевна! Здравствуйте, Юлия Сергеевна! Здравствуйте! Юлия Сергеевна, год тяжелой. Санкции, которые в начале года обрушились на нашу страну, наверняка повлияли и на экономику Камчатского края. Как мы пережили этот период? Конечно, санкции повлияли на экономику всех регионов Российской Федерации, но, безусловно, в разной степени. Есть такие регионы, где экономика весьма существенно пострадала от санкционного давления, поскольку там активно присутствовали иностранные инвесторы или, например, были градообразующие системы, образующие компании, которые были фактически полностью представлены иностранными инвесторами. Но Камчатский край не относится к таким регионам. И санкции, конечно, на нашу экономику повлияли, но в очень небольшой степени. Действительно, у нас был тяжелый период, мы все его помним. Это начало этого года, это весна. И такой вот, наверное, определенный, наверное, 2-3 месяца, я бы так сказала, когда мы особенно сильно тревожились, переживали по разным направлениям. И прежде всего, конечно, пострадал потребительский рынок. И вот, на мой взгляд, самое сильное влияние санкций, оно как раз заключалось в существенном росте цен на потребительские товары, которые мы наблюдали, ну, где-то, наверное, в марте, в апреле месяце. А сначала это был курс доллара, который вовремя, слава богу, центральный банк стабилизировал. А затем это рост, который сопровождался уже увеличением затрат на логистику, поиском замены каких-то видов товаров, оборудования и так далее. Поэтому вот это влияние было самым сильным. Оно повлияло и на потребительские доходы, и в целом, конечно, на уровень жизни населения. И оно повлияло и на предприятия, которые тоже столкнулись с проблемой нехватки оборотных средств для закупки товаров, там, работ, услуг. Та тревога, которая была у нас, наверное, еще до мая месяца, сегодня она полностью снята. То есть сегодня у нас нет таких отраслей, которые бы оказались в критической ситуации из-за того, что им негде купить то оборудование или материалы, на которых они работали. На текущий момент либо найдены в большинстве случаев новые пути, логистические доставки этого там оборудования или материалов, либо просто найдены альтернативные поставщики. Ну и третий – это малый бизнес, который тоже, конечно, находился в таком, в некотором, наверное, паническом состоянии весной этого года. И вот здесь действительно большую роль сыграла поддержка федеральная, но больше краевая поддержка, потому что малый бизнес мы всегда поддерживаем в основном силами нашего регионального бюджета. Здесь вовремя были приняты меры. Прежде всего была масштабная финансовая поддержка. 300 миллионов рублей сразу прямой только финансовой поддержки выделил край на то, чтобы поддержать деньгами оборотные средства, чтобы могли купить товары. Это и предприятие поддержало малые, это и цены не дало так сильно вырасти ценам. То есть это поспособствовало сдерживанию цен. И вот благодаря вот таким вот, ну как мне кажется, достаточно слаженным действиям и региональных, и федеральных властей, на текущий момент я точно могу сказать, что влияние санкций было незначительным. Ни одно предприятие не закрылось под влиянием санкций, и ни один человек не был уволен из-за того, что вот закрылось предприятие под влиянием санкций. Вы сказали, что удалось переориентироваться, найти других поставщиков. Кто нам помог? Это наши внутрироссийские какие-то заводы, которые переориентировались? Или это какие-то зарубежные наши? И те и другие. То есть часть закрыла, часть сразу же закрыла наша российская промышленность. И здесь слаженная работа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которые тут же отследили, какое оборудование необходимо, и тут же приложили все усилия к тому, чтобы доля производства именно этого оборудования была увеличена. Но также и иностранные партнеры. Вы знаете, политика политикой, а бизнес есть бизнес. Все умеют считать свои деньги. И для бизнеса это всегда будет оставаться на первом месте. Поэтому были найдены альтернативные варианты доставок. И, конечно, существенно нам помог и параллельный импорт, который, вы знаете, был внедрен у нас буквально в начале лета. Юлия, вы помните этот период, когда начались санкции, когда не было понятно, откуда придут запчасти, может быть, какие-то для производства? Как вы это пережили? Как это сказалось до вас? К тому моменту, как ввели санкции, наш завод уже был полностью переориентирован на наше производство. Так как политика компании, то есть мы внедряем и производим биологическую активную добавку нашего производства, российского, так же самое у нас политика, это поддержка сырье, которое производится в Российской Федерации. Поэтому на момент санкций мы на себе никак не ощутили всех санкций, плюс даже где-то получили свою выгоду. Выгода заключается в том, что все мы знаем, что был закрыт зарубежный рынок, то есть биологически активные добавки, которые раньше везли за границы, прикрыли рынок этот, и это дало нам толчок, чтобы именно наши граждане начали употреблять нашу биологически активную добавку. Юлия Сергеевна, а как в целом сейчас выглядит отдача в бюджет от рыбной промышленности Камчатского края? Ну, конечно, это наша главная отрасль. Она, в общем и целом, обеспечивает почти третью часть всех налоговых поступлений в бюджет. Это примерно 20 миллиардов рублей, если считать еще и отчисления в социальные фонды. Поэтому, конечно, это серьезная поддержка нашего регионального бюджета. Ну, и, конечно, с нашей стороны это требует такой же отдачи, такой же всевозможной поддержки нашей главной отрасли. Какая это поддержка? Как вы им помогаете расширять рынки сбыта? Рыбная отрасль – это, конечно, особенная отрасль. Это в основном крупные игроки, мы с этим согласимся. И поддержка здесь тоже идет, скажем так, по-крупному. То есть здесь гораздо большее значение для отрасли имеет не финансовая поддержка, а поддержка, ну, назовем ее, наверное, так, институциональная, законодательная поддержка. Создание таких условий, чтобы предприятиям, как минимум, не мешали осуществлять свою деятельность. И здесь, конечно, очень важные инициативы были реализованы законодательные в этом году. Я считаю, пусть пока и промежуточной, но победой, прежде всего, губернатора Камчатского края, тех политиков, которые поддерживают нас в федеральном собрании, в Государственной Думе, это, конечно, Ирина Ярова, это наши сенаторы, которые, благодаря усилиям которых удалось пока что отсрочить принятие закона, законопроект это пока что, о втором этапе инвестиционных квот. Мы все знаем, какой это важный закон, как сильно он может повлиять, если он будет принят в том виде, в каком сейчас есть, в негативную сторону на деятельность наших рыбаков. Поэтому, конечно, эта задача для нас сегодня центральная. Но кроме этого, безусловно, мы оказывали поддержку, включая наши крупные бизнесы, в системообразующие предприятия. И здесь тоже были большие победы. У нас сегодня все наши крупные игроки в рыбной отрасли, это система образующая, это значит, что они имеют право на очень серьезную, многомиллиардную поддержку со стороны федерального центра, это льготные кредиты. И это поддержка по оперативному включению в параллельный импорт тех товаров, которые были нужны. Ну, это, прежде всего, оборудование, конечно, для судов рыбопромыслового флота. Вот это тоже была хорошая поддержка, она была оценена. И вообще, вот этот тяжелый период весенний, у нас были такие точечные ситуации, когда нужно было оперативно вмешиваться и помогать нашим рыбакам. Один из примеров, это когда сразу были закрыты границы после начала спецоперации, и наши суда, которые осуществляют техническое обслуживание, не могли подходить к нашим рыбопромысловым судам, чтобы просто такой малый ремонт этих обслуживаний осуществить. За границей закрылись, в нейтральной зоне суда находятся. Оперативно сработало и региональное правительство, и торгово-промышленная палата федералы. Буквально за несколько дней, там, в течение недели вопрос был регулирован. Юля, вы согласны с тем, что говорит Юля Сергеевна? Да, конечно. Наше предприятие как раз-таки очень переживало по этому поводу Тыманский рыбокомбинат, потому что Тыманский рыбокомбинат вложил и построил очень большой пароход по вылову и производству гребешка. И то есть, если этот законопроект будет принят, то тогда очень большие вложения, которые были сделаны, то есть мы не сможем пользоваться квотами, и судно просто не сможет выйти на промысел. Поэтому здесь я полностью поддерживаю. Если оценивать внутренний рынок, вы сейчас работаете на максимальной мощности, скажем так, или вам есть куда расти? Знаете, всегда есть куда расти. И так как культура потребления, к сожалению, в стране по омега-3 очень низкая, это порядка 5% всего лишь, если мы возьмем другие страны, возьмем даже ту же Японию, там культура потребления 95% по биологически активной добавке. Запущена программа по растем здоровья, называется, где обеспечивают наших деток, то есть дошкольного возраста и начальные школы, нашей биологически активной добавкой. И я думаю, самое значимое, это когда мы увидим, что наши детки, действительно иммунитет повышается, потому что омега-3 является строительным кирпичиком для нашего организма, то есть родители увидят, что есть в этом толк, и думаю так, и мы как раз-таки потихоньку-потихоньку будем прививать эту культуру потребления, как раньше было у нас еще старое забытое, можно так сказать. Юлия Сергеевна, правительство как смотрит на этот вопрос? Прежде всего нам нужно грамотно продвигать эту историю, потому что это правильная история, потому что это здоровье наших граждан, люди должны понимать. А во-вторых, конечно, раз эта потребность есть, и мы будем только ее формировать, увеличивать, нам нужно ее чем-то будет обеспечивать. И вот эта важная задача, которая сегодня стоит и перед правительством, перед нашими рыбаками, это продвижение нашей продукции на внутренний рынок. Здесь, конечно, у камчатских рыбаков большие перспективы. То есть сегодня наш рынок в части вот такой розницы, он, ну, прямо скажем, ограничен, да. То есть у нас часто имеют место случаи, да, когда не только наша продукция готова вывозиться на рынки, там, центральной части России. Здесь у нас, когда закупают у нас сырье, там привозят, там его перерабатывают, изготавливают изделия из нашей рыбы, ничего там не написано, что это наша рыба. Сделано в Подмосковье. Да, сделано в Подмосковье, и так далее. Вот, вот нам бы, конечно, хотелось эту ситуацию преломить. Сегодня у нас работа ведется, у нас есть несколько федеральных торговых сетей, дистрибьюторов, которые проявляют высокую заинтересованность в том, чтобы не просто на какой-то там хаотичном, да, режиме, разовом режиме, а именно на систематичной, на системной основе организовать вот такие вот закупки и такие поставки. И вот сегодня мы, у нас, ну, скажем так, уже есть определенный круг партнеров вырисовывается, с которыми мы хотим уже в следующем году активное взаимодействие начать. С тем, чтобы здесь осуществлялись организованные закупки и готовой рыбопродукции, и сырья, но обязательно с тем, чтобы на готовом продукте была отметка о том, что это камчатская рыба, что это сделано из камчатской рыбы. Еще одна сложность для камчатских рыбопроизводителей это браконьерство. Мы знаем, что эта сфера у нас, ну, можно сказать, процветает, мы каждый день читаем это в сводках, эти остановленные машины, вывезенная икра, которую приходится потом уничтожать. Что говорят цифры, правоохранительная статистика, как часто такие случаи фиксируются, можно ли оценить как-то этот рынок? Каждый из нас, мне кажется, кто летит, летел самолетом, все это время обязательно видел вот этих самых людей, у которых в руках клечатые сумки или еще какие-то, это безумное количество коробок, которые пытались вручить чуть ли не каждому пассажиру, который вылетает традиционно по направлению столицы нашей Родины. В этом году был принят законопроект «Камчатка такой пилотный регион». Мы знаем, что сегодня существует ограничение, 10 килограммов вывез за икры в багаже каждого пассажира. Объемы можно оценить, и лучше всего, конечно, это оценит наш аэропорт Петропавловск-Камчатского. И надо сказать, что антирекорды такие у нас были. До того, как мы уже оповестили общественность о том, что этот законопроект вступает в силу, наверное, рекорд у нас был 2 тонны в неделю вывез, один пассажир вывез. А вот за последнюю неделю, когда уже все, вот мы знаем, что вступит послезавтра в силу закон, 3 тонны. Вот это был антирекорд. То есть один человек вывез 3 тонны в пассажирском терминале просто вот такими сумками, условно говоря, коробками. Поэтому, конечно, если это умножить на количество недель в году, даже, допустим, мы там полторы тонны возьмем, то мы понимаем масштабы этого рынка. Это на самом деле очень серьезная часть теневого сектора. Это хорошо организованный теневой бизнес, который получает на этом очень высокомаржинальные доходы. Здесь, конечно, мне кажется, это вот такая победа определенная. Куда идет эта игра? Ну, она идет прежде всего в рестораны, она идет в общепит основной поток, который расположен в центральной части. Прежде всего, конечно, это наши столичные регионы. Это тоже нелегальные схемы движения. Вот это общепит, это магазины, которые продают элитную продукцию. Ну, конечно, понятно, там появляется совсем другая наклейка. Юлия Сергеевна, мы знаем, что красная путина этого года была не очень удачная, одна из худших за последние десятилетия. Какие выводы мы из этого сделали? Ну, первый вывод, который мы сделали, это вывод о том, что нам нужно поддержать рыбохозяйственную науку. Потому что были прогнозы, они были сами по себе пессимистичны, но даже эти пессимистичные прогнозы не оправдались. Здесь как бы винить кого-то в этом ни в коем случае нельзя. Понятно, это природа, и год от года отличается, безусловно. Четные, нечетные. Это естественные процессы. Нам просто нужно быть к этому готовым и понимать, что не всегда у нас будут рекордные уловы. Это как бы совершенно нормально. Поэтому первый вывод вот такой, конечно. Ну, а второй вывод, он заключается в том, что нам все-таки нужно более интенсивно переориентировать нашу рыбную отрасль на глубокую переработку. Не рассчитывать только на уловы, на сырец, к которому мы привыкли, и который, в принципе, дает нам достаточно высокие прибыли, без вложения каких-то серьезных затрат в какие-то высокотехнологичные производства. В любом случае, мы понимаем, будущее наступает. И будущее как раз за глубокой переработкой. И вот здесь, конечно, биологически активные добавки это один из самых ярких примеров. Уже сегодня колхоз Ленина, например, производит достаточно высокого качества кулинарию. В перспективе производства суремии и так далее. То есть вот эта история очень востребована, и она дает высокую добавленную стоимость. То есть в этом случае, даже при небольших улобах, у нас воловой региональный продукт и налоговое поступление будут расти. Вот это важная история. Юлия, как вы оцениваете прошедшую пути, ну и как вы считаете, Камчатскому краю нужно сделать какую-то работу над ошибками? Бывают рыбные года, не рыбные года. Но предприятия каждый год все равно готовятся, что этот год будет рыбный, вкладывает в это силы и средства. Ну вот как раз-таки история с браконьерами. То есть если ее, можно сказать, победить, то каждый год может быть еще не рыбной. Почему? Потому что рыба идет на нерест. И предприятия, которые работают четко по квотам, знают, у них есть четкий объем вылова, сколько они могут выловить рыбы. То есть они вылавливают ровно столько, чтобы остальная часть рыбы могла пройти и уйти на нерест. Потому что она потом должна вернуться. И как раз-таки браконьеры, которые в эту цепочку вклиниваются, они вылавливают рыбу. И из-за этого у нас может быть потом проблема поглобальнее. Юлия, оцените, пожалуйста, свой год. Год на производстве омега-3 в целом. Это был сложный год? Ну, так как у нас предприятие, наш завод, в принципе, он молодой. Он существует всего лишь три года. И, как я ранее сказала, что мы до этого уже готовились. И санкции особо нам не повлияли. Поэтому для нас этот год был не особо сложный. То есть у нас есть четкие задачи. У нас всегда есть свое сырье. У нас есть порядочные поставщики, с которыми уже отработана логистическая цепочка. Есть даже зарубежные поставщики, которые не прекратили с нами работу. Потому что если мы возьмем из сырья, то есть у нас основное это рыбный жир и желатин. И желатин в России, к сожалению, не производится. То есть весь фармацевтический желатин, он производится в Китае. И все фарм-предприятия закупают желатин там. Ну, слава богу, с Китаем у нас все хорошо. Они с нами, они не под санкциями. Но в любом случае, если будут какие-то проблемы, то есть у нас еще есть Беларусь, где тоже производят желатин, то есть мы можем обратиться к ним. То есть у нас все продумано. И по выпуску у нас есть куда расширяться. Опять же, была бы культура потребления. Юлия Сергеевна, помимо рыбоперерабатывающих заводов, у нас есть еще другие отрасли пищепрома. Мы производим мясо, мы производим яйца. Как эти предприятия пережили санкции? По всем позициям, которые вы назвали, мы по итогам 10 месяцев отмечаем рост. И я уверена, что и по итогам года тоже будет увеличение объемов производства в пищевой промышленности. У нас пищевка просела, и индекс промпрома у нас единственный такой будет негативный показатель по итогам года, это будет падение промышленного производства. Промышленное производство, да, оно упало по одной единственной причине. Это вот не самая удачная путина, ну и, соответственно, снижение объемов производства товарной пищевой рыбопродукции. Поэтому по пищевке мы просядем только по пищевой и товарной рыбопродукции, консервы, кулинария и так далее. А по всем остальным позициям в пищевой промышленности мы отмечаем рост. И тут уж я не знаю, плохо это или хорошо, но, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Здесь, конечно, санкции во многом сыграли на руку нашей пищевой промышленности. А вот у нас действительно увеличение и в сельском хозяйстве, и производство напитков, производство кондитерских изделий, и молочная продукция у нас растет. Ну, все основные позиции. И у нас загорелись такие яркие звездочки, которые действительно на фоне этих санкций мы увидели, какие они замечательные, наши камчатские товаропроизводители пищевой продукции. Посмотрите, как замечательно у нас Аристель заиграла, да, Сырмана. Сколько они наград взяли в этом году со своей молочной продукцией, со своими сырами, джемами. Наш Юнет замечательный, да, самые вкусные конфеты производятся на Камчатке. Мармелад, да, самый вкусный на Камчатке. Это тоже уже все сегодня знают. Вот у нас действительно большой потенциал в пищевой промышленности. Я в это верю. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.